В среду, 17 февраля, исполнится ровно 100 лет со дня рождения уроженца Тверской земли, сержанта Николая Кирьянова. Весной 1943 года, вместе со своим взводом под Харьковом, он несколько дней сдерживал атаки немецких танков и пехоты. Как и остальные участники боя, он посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. При этом вся страна хорошо знает про этот подвиг. Именно эту историю использовал режиссер и актер Леонид Быков. При создании своего шедевра «Атыбаты» шли солдаты. Герой Советского Союза Николай Иванович Кирьянов родился в Твери 17 февраля 1921 года. Окончив шесть классов железнодорожной школы, работал по специальности. В Великую Отечественную воевал с первых дней. Свой последний бой принял в начале марта 1943 года под Харьковом, где сложилось трагическое положение. Разгромив немцев от Сталинграда, советское командование решило развить успех, не приняв во внимание, что войска вымотаны, а резервов нет. Немцы это учли и нанесли мощный удар. Развернувшееся с 19 февраля восточное Днепропетровское сражение закончилось для советских войск неудачно. Противник, произведя перегруппировку войск в район юго-западнее Харькова, нанес удар по советским войскам. К отражению контрударов противника под Харьковом привлекалась и 25-я стрелковая дивизия Юго-Западного фронта. Именно в составе 25-й Чапаевской дивизии и служили в одном взводе сразу два наших земляка Николай Кирьянов и Иван Седых. 2 марта они заняли позиции, чтобы сдержать противника. Что было дальше, хорошо известно большинству телезрителей. Ведь именно тот бой на окраине села Тарановка под Харьковом взял за основу Леонид Быков при создании своего фильма «Атыбаты шли солдаты». Вот так все и было. Снег, мороз, превосходящий силы врага. Против них всего лишь один взвод под командованием необстрельного лейтенанта Петра Широнина. В итоге немцев ценой жизни всех красноармейцев удалось сдержать до прихода подкрепления. Этот подвиг был высоко оценен на самом высоком уровне. Сталин за всю войну дал только трижды звание Героя Советского Союза всем участникам конкретного боя. Это всем известный подвиг 28 героев-панфиловцев, подвиг взвода Героев-Широнинцев и десант в апреле 1944 года в город Николаев, захваченный немцами. 18 мая 1943 года всем погибшим 25 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза. В честь них назван траулер Героя Широнинцы, а в Харькове есть улица гвардейцев-широнинцев. Что касается Твери, то имя Николая Кирьянова носит нынешняя средняя школа номер 25. Мы гордимся, что наша школа таких героических воспитала людей. В школе создан музей великолепный, боевой славы. Многими поколениями учителей нашей школы собиралась архивная информация, собирался материал. Кроме того, в нашем областном центре еще в 1966 году в честь другого участника того боя названа улица Ивана Седых, на которой теперь находится медуниверситет. Так, в Твери появились сразу два топонима в честь героев одного сражения, произошедшего в марте 1943 года под Харьковом.